Рамадан и Пасха Зов Муйдина и колокольный звон Медреце и семинария Новенькие мечети и старинные шкатулки православных храмов Казань, столица Татарстана и третья столица России Уже пять веков являет миру уникальный образец мирного сожительства Христиан и мусульман В этом почтенном зажиточном городе Все еще чувствуется дух обаяния Российской империи С ее этническим многообразием и редким даром веротерпимости Репутация Татарстана как острова экономической стабильности И религиозной толерантности долгие годы была безупречной Местные власти активно продвигали идею мягкого, просвещенного евроислама Своего рода ислам-лай Но последние трагические события все изменили В апреле этого года Произошел фактически легальный захват ваххабитами Главной татарской мечети Знаменитой Ку-Шари А в июле этого года Было совершено покушение на муфтика Татарстана И расстрелян его заместитель Сможет ли Казань сохранить репутацию города И религиозной веротерпимости Или против болезни под названием ваххабизм Лекарства нет Его убили 19 июля В стиле лихих 90-х Среди бела дня В богатом и набожном городе Казань Киллер дождался в подъезде И всадил в него шесть пунктов Имам Валиулла Якупов Красивый и сильный мужчина Человек огромного ума и обаяния Был не просто одаренным проповедником ислама Но российским государственником и патриотом Мы познакомились с ним чуть больше года назад В самый разгар его личной борьбы с ваххабизмом Он знал, что муфтиев на российских просторах Стреляют как зайцев За последние годы свыше 50 имамов Погибло на глазах прихожан от рук убийц И нужно быть очень храбрым И преданным богу человеком Чтобы не уклониться от столь опасного призвания Недаром Якупова посмертно наградили Орденом Мужества Через час после убийства Валиуллы Взорвался автомобиль Муфтия Татарстана Ильдуса Фаизова Он чудом спасся Выпрыгнув из машины в последний момент И сломав ногу Я запомнила его непреклонное лицо При нашей последней встрече Если меня выберут муфтием Татарстана Я эту змею ваххабизма Буду душить руками Медленно, но верно Говорил он тогда Но змея оказалась скользкой Гибкой, увертливой И первой нанесла смертельный удар Уже через несколько дней после терактов В интернете появился ролик В котором маджахеды Татарстана Доходчиво объясняли правоверным Почему они решили убить Врагов Аллаха Фаизова и Якупова Трагедия в процветающей республике Готовилась давно Кавказ перешел в Повожье Еще несколько лет назад Все, что происходит в Татарстане Политологи называют процессом Кавказизации центра России Тут два процесса Кавказизации С одной стороны, это перенимание Северо-Кавказского сценария развития событий То есть местные ваххабиты Начинают действовать так, как действуют На Северном Кавказе Копируя во многом эту модель Взаимоотношений, которые они устраивают То есть свои деятельности Она строится какая? Это активная проповедническая деятельность В первую очередь с молодежью Радикально настроена Которая более обладает юношеским максимализмом И уходит туда Второе, это действительно попытка Создать лесное подполье И похоже, что... Да у вас леса-то нет Ну, это и есть как раз Вот на юге Татарстана Например, лесистая и гористая местность И особенно в Башкирии При этом надо понимать Вот мы разделяем, например По границам административным А для ваххабитов они нет И в той же Башкирии Очень сильное влияние, например, на Татарстан Оно тоже присутствует То есть попытка действительно Создать лесной, поскольку Или попытка будет иного подполья То есть по принципу Там городской герилии Или что-то в этом роде То есть как городская война, да Ну, ведь в любом случае Это как некая партизанщина То есть она элемент и бывает Но эта попытка, по крайней мере, тоже идет Наконец, вот эта сама модель терактов То есть, которая есть путем запугывания Традиционного духовенства Второй процесс кавказизации Которые не обратили внимания Это миграция части кавказцев Причем речь идет не просто О трудовой миграции кавказцев То есть кавказцы едут на заработки Например, речь идет О именно религиозной миграции Когда уезжают с Северного Кавказа В Поволжье именно лесные Или люди, связанные с лесными Вот кого ты называешь лесными? Лесные на Северном Кавказе подразумеваются Это те, кто был, состоит в связях С ваххабитским подпольем вооруженным Которое находится в лесах и в горах То есть вот То есть часть из них Выходит потихонечку, например, здесь То есть всегда физически находиться там Очень тяжело бывает Это требует определенной выносливости И бывают случаи, когда люди выходят Обратно приходят и уходят Вот такие случаи тоже имеют место быть Часть из них переселяется сюда С одной стороны, это есть мотивация Когда, например, Дукулмаров Там издает поручение о том Что нам надо поднять на джихад татар Ну и вот как бы часть лесных А Дукулмаров такую фетву опубликовал? Да То есть он, собственно говоря, к этому призывал И часть переселяется по этой причине Другая часть просто переселяется по другой причине Ну, например, там условно На Северном Кавказе их более Ваххабитов более жестче просует Они приезжают сюда в Татарстан Они видят, что здесь у них все очень хорошо Рай просто, да? Да, то есть они, как правило, Они здесь женятся на местных татарках Причем эти татарки будут вторыми женами То есть есть какой-то там на Северном Кавказе То есть таким образом Дальше они начинают вести проповедническую деятельность Уже в мечетях Татарстана То есть среди татарской молодежи То есть... Для них это крайне пуганных идиотов, да? Абсолютно, да Причем им очень хорошая почва Эксперты, аналитики Люди, кто обязаны это отслеживать, да? Почему-то не обратили внимания Или мало обратили внимания Или не придали значения Заявлению Доку Мароку прошлого года О том, что пора этот фронт действий Вынести за пределы Кавказа То есть и Средней Поволжье, и Урал То есть Татарстан, Башкортостан Никто не обратил, в принципе, должного внимания Как следовало бы обратить, да? Они среди нас Они вместе с нами ездят В городском транспорте В метро Покупают в магазине хлеб Там, продают помидоры летом, да? Это такие же обычные люди Это не с неба спустились какие-то напланетяне И покорят Иерусалим И покорят Иерусалим Когда свершатся все знамения Не умолим уже тот рок Чеченцы с Божьего веления Войска направят на восток Восстанут братья всего мира Аллат наш вечен и един Субкультура джихада Стремительно входит в моду в волжских городах Молодые люди слушают известного чеченского барда Тимура Муцураева, который, кстати, поет на русском Его часто называют высоцким ваххабизмом Это своего рода исламский шансон Описание мученичества маджахедов Подвиги шахидов Романтика лесного подполья Стильным считается кавказский стиль поведения Агрессия, нахрапистость, вызывающая резкость манер Иногда доходит до смешного Татары даже учатся танцевать лесгинку Бурно развивается мусульманская инфраструктура в Татарстане А на улицах Казани полно молоденьких девушек в хиджабах Татары обычно не носят А, хиджаб-татары не татарские? Нет Татары, но носили в возрасте татарки Носили обязательно, как сказать, косынку по-пиратски То есть завязанную сзади А эти совершенно по-другому Они даже не как русские под подбородком А вниз у них идет вот эта вся материя Хиджаб, ну классический хиджаб Да, классический хиджаб Это полное отрицание адата Только шариат Шариат как единое для всех норм отношений должен быть А адата это у каждого народа свой И потому он не писаный И потому он у каждого народа свой И потому он от века к веку меняется Это отрицается полностью Адата это устное право А шариат это писанное право Поскольку оно писанное, там ни слова не изменишь Записано, все Шаг левый, шаг правый считается побег А адат это второе из прав Два права у мусульман Неписанное, устное Передаваемое по традиции Оно меняется со временем И у каждого народа свой Более того, у горных чеченцев одно У долинных, равнинных это иное А ваххабиты не признают адат? Ваххабиты не признают адат Они не признают этносоэтнические особенности вообще И изменения по времени в частности И то и другое это адат Но меня удивляет, скажем так, буквально рост вот этого, скажем так, мусульманской инфраструктуры Да, я сторонник, я мусульман Я сторонник того, чтобы продавали халяльную пищу Чтобы я мог пойти в магазин купить халяльное мясо Все нормально, да? Но у нас как бы дело доходит до маразма Когда сами же мусульмане, скажем так, нового поколения 20-30-летние хотят, на самом деле, обособиться от общества Практически создают какое-то мусульманское гетто То есть мусульманское такси, мусульманское парикмахерство Мусульманское стоматологическое А в чем мусульманство, скажем так, парикмахерство или такси? Да, я тоже не очень понимаю Это, на самом деле, как бы попытка, скажем так, закрыться Закрыться, да, сделать свое отдельное государство А это очень большая ошибка И это недопустимо с точки зрения канонов мусульманских Мода на шариат проникла в самые разные слои общества Но особенную популярность шариат обрел в криминальной среде Среди уголовников Ваххабизм – жесткая, безапелляционная система Которая, как вампир, всегда питается молодой кровью Она опирается на дерзких, рисковых, томимых жаждой действия Пусть даже преступного На тех, кого в Казани еще со времен перестройки называли гопниками В 90-е годы газеты много кричали о так называемом «казанском феномене» Казанская молодежь тогда ездила в Москву просто подраться Гопник – это пацан, который бегает с монтировкой Задирает прохожих, плюет сквозь зубы Мелкая уголовная шпана, но может вырасти и в крупную Именно среди молодых бандитов ваххабиты вербуют себе сторонников О, ислам, нечестивы твои богословы Каждый сам хочет праведным стать лишь на слове Все спешат нас призвать в обещании рая Позабыв, рая нет, каду страха не зная Вот эти заключенные, которые посидели, те же кизбуты, ваххабиты Они выходят на волю, когда приходят мечети Они в глазах молодежи выглядят, как в глазах дворовой шпаны В 70-х годах, в 90-х выглядел какой-то уголовник с наколками То есть он выглядел как своего рода авторитет И здесь то же самое, человек посидел вроде за веру, он начинает выглядеть Пострадал, да? Пострадал, он таким выглядит авторитетом Более того, проблема сейчас заключается с религиозными экстремистами в том, что Попадая на зону, они начинают там вести проповедническую деятельность И мы получаем, что сажаем, например, одного фундаменталиста, а на выходе получаем десяток Причем из обычных других, например, уголовников, которые по бытовым преступлениям садятся Религиозный рекорд, который появляется Что значит религиозный? Сейчас объясню Ну, грубо говоря, в 90-е годы на рынках проходили братки и просили деньги просто по принципу дай денег Сейчас подходят и видят, если видят, что, например, человек является мусульманин, мусульман, таджик, татарин Ему говорят там, плати закат, это милостынь, да, плати закат на джихад Если видят, что человек не мусульманин, русский, армянин, например, продавец, ему говорят, плати джизию, налог для неверных Слушай, это типично для Нальчика, они просто воруют ту же схему, да? Все то же самое, то есть, получается, обычный рекорд приобретает религиозный характер Но сейчас они повезли еще больше дольше Сейчас они пойдут по более жесткому, то есть, будут приблизительно так То есть, это пока не шерстя, там, например, обычные розничные рынки, которые есть А дальше пойдут по такому пути, что будут, например, присылать более крупному предпринимателю, депутату, например, чиновнику видеодиск На котором видеозапись, где, условно, будет сидеть какой-нибудь маджахет и говорить Там, я знаю, твой домашний адрес такой, твой сын ходит в такую школу, дочка ходит в такой детский садик В общем, тебя Аллах покарает, если ты не выполнишь что-то Получится, что они устанавливают слежку за богатыми людьми И этот элемент будет Конкретно слежка Они не только за богатыми, вот, может быть, и за влиятельными То есть, например, они могут не просить не обязательно только деньги То есть, это может, например, какое-то выполнение Например, вы не трогаете того-то, вы не прикасаетесь к нашим братьям там-то Вы там не пытаетесь сделать, например, работу в этой мечети, например, и так далее Там была, в общем, эта личность Марат Кудакаева Он сейчас находится под арестом, как бы, один с подозреваем Это был интересный человек Он был идеологом, я так его называю, идеолог тюремного джихада То есть, суть его сводилась к тому, что... Он вообще кто был? Официально Да, официально он занимал должность... Да То есть, Радхазрат, можно сказать Начальник отдела по работе с силовыми органами С правоохранительными органами Официально он занимал такую должность? Да, официальная должность У него была ксива, корочка Вот И он, собственно, пользовался этим, как бы, ходил на зону В любой тюрьме сегодня есть мочеть Малельная комната Мусульманская И православная То есть, он, соответственно, заходил туда Его, как бы, пропускали Он, я там работаю заключенным Проходили заключенные Он, соответственно, начинался о них проповедовать Да Поэтому, понятно, что какой-нибудь надзиратель Он же не понимает, что это Как бы, сотрудники УФСИНа Они тоже это не замечают Вот И получалось такое Тем более, он говорит Я вот там что-нибудь про нравственность им расскажу А сам у него были такие взгляды, что Надо, действительно, он считал, что Татар надо поднимать на джихад Но большинство татаров и гражданское население Это овцы Они не пойдут А вот Зэки Это такой авангард Который, как бы, решится Потому что в армию проникнуть не удалось Пока То есть, мобилизовать армию Они зашли, когда В эти зоновские мечети Просто решили посмотреть Какие там книжки Охренели Куча ваххабитской литературы Просто Куча Естественно там Причем не надо думать, что ваххабитская литература Она называется Многие думают, что вот ваххабитская книжка Как-то там называют Ничего подобного Они называют Совершенно безобидно Например Личность мусульманина Это реальная книжка Там Ваххабитская Она есть Или там 200 вопросов об исламе У нас были Группировки Казанские Да, знаете Феномен такой Группировки, которые Бандитские Да Бандитские Да Они Ну, понятно Они смешанные Татарско-русские У нас Все тут смешанные И И даже Бандитские группировки Вот Они отсидели Они вышли Некоторые из них Сразу рванули в мечеть Сразу Мусульманский флаг И А чем они Могут заниматься Для них Ваххабизм Родной Потому что По принципу Свой-чужой У Скинкидов У Ваххабитов У Вот этих группировок Бандитских Мафий Всегда свой-чужой Все Решка и дихотомия Вот Другого нет у них Остальные не Ну и Им это Комфортно Вот В этой идеологии Они взяли Продолжают Но Уже Вот Флагом Одну Малах Малах Безумные Всеми силами Религиозное Саудовская Аравия Может принять До двух миллионов Паломников в год И каждому государству Выделяется определенное Количество квот На Россию 20 тысяч Специальный совет По делам Хаджа Распределяет квоты По регионам В зависимости от количества Мечетей Далее квоты Передаются туристической фирме Этим занимается Туроператор То есть какая-то фирма Которая этим занимается В Татарстане Это занимался и Дальхадж Но он Дело интересно Таким образом Большинство паломников Из Татарстана Как и большинство Паломников из России Едут на автобусе Из Казани до Мекки Это просто дешевле На самолете дороже А сколько это время? В 18 суток В 18 суток В 18 суток В 18 суток Ну да И обратно еще Представь себе Дарья Едут люди Вот как ты едешь Как туристка Всегда на первом сиденье Сидит гид Гид едет Да Люди едут 18 дней Только там сидит Ваххабитский проповедник Он читает там проповеди На разные темы Причем люди едут Ну да Он начинает естественно Не с этого Понятное дело Это уже на закуску Там соответствующим образом Да Идет постепенно То есть такое нейролингвистическое Программирование Люди причем едут Не просто в турпоездку Они же едут Как религиозно мотивированные Да Адухотворенные Абсолютно правильно Они настроены Вот это так И вот это лаххабитский проповедник Он на месяц суток туда толкает Потом они еще В самом Когда находятся в Саудовской Аравии Там по вечерам их собирают Там упоминали лекции Литературу там тоже раздавали Сам Гатауллин Рустам Гатауллин Который разгадал от Эдельхадж Он с этого естественно имел От Саудитов Определенную сумму То есть дополнительно Помимо того Что он получал От самих паломников А стоимость там Доходила где-то до 100 тысяч рублей И выше То есть все расходы Связаны с паломниками Плюс еще Саудиты За проповедническую деятельность Которые занимались То есть вот Фаизов когда пришел Он сделал это замечание Значит так Убирайте этого Ваххабитского проповедника Мы сажаем своих проповедников Ханафицких Гатауллин Естественно ему Саудиты За это платить не будут Он сказал Нет я не буду У нас свои там правила Да? Ну ладно хорошо И тогда Фаизов Создает Другой туроператор Дум РТ Хадж То есть есть идель Хадж Дум Через которую все квоты Отдает имя Да Соответственно Абсолютно правильно Естественно Гатауллин это посчитал Ну его отодвинуть От кормушки Он стал возмущаться И с этим все делается Все это объяснение Все это из-за денег На практике Это идеологический фактор Играл Давай Допустим Я согласен Поверим на секунду Что действительно Вот там Смуфти им например Гатауллин чисто из-за бабла Ну на хрена убивать Валиулу Да Валиулу Если ты бы знал как он жил Однокомнатная хрущевка Все заставлено книги Очень скромно жил Он был именно Мозговым центром Традиционного Ислама ханафитского масхаба А может он был Организационным центром В этом отношении И вот Валиулу то зачем убивать Ну ладно там Фаизовый за денег А он то деньги не рулит Он вообще начальник учебного отдела Курирует учебники Пишет учебники Учебные пособия Для всех этих мадресе Десять мадресе В Татарстане И один исламский университет То есть он этим всем занимается То есть его убивают Не потому что из-за денег А чтобы убить этот Идеологический мозг А сейчас как бы Скажем так К интересным ваххабитам Естественно они и есть И не зря как бы Саудовская Аравия На протяжении скажем 20 лет Столько скажем так Наших молодых людей Отучила у себя Саудовская Аравия И не только Саудовская Аравия Воспитала Да Подняла на ноги Ведь дело дошло до того Что скажем По-моему Если мне не изменят Весной Или Ну в общем вот Совсем свежие Так скажем Года нет На самом деле Как несколько имамов Из набережных Челнов Признали Что да Действительно Они как бы Это представляли Ежемесячную информацию Саудовское посольство В Москве То есть На самом деле Это называется Разведывательство Это шпионаж Они дали как бы По-моему Обещание больше этим не заниматься Мечети имам Крупнейшая мечеть в Казани Имам Не произвес ни одного слова О том что Убит Убит человека Муфти ранен Уместно было Не то что уместно А его обязанство было сказать Вот на Муфти покушали Слава Богу он выжил Желаем ему скорейшего выздоровления Дайте помолимся А Валиллах Убит Будет ему земля прахом И причисто Всевышний клипу Скажем Мучеников Шахи Ни слова Ни слова Мои достаточно как бы Знакомые близкие люди Были в Челнах Так там говорят На Пятницах Люди радовались Что двух главных врагов Ислам уничтожили В начале 90-х годов Сразу после перестройки Россия Слишком добросердечно Смотрела на воз чужих идей Тогда дешевые подделки религии Плодились и росли Как грибы по осени Страну заполонили проповедники Иностранных сект Которые активно звали молодежь В некий рай человеческой общности В ту пору никому не приходило в голову Что за разные религиозные идеи Из чисто санитарных соображений Должны подлежать Столь же беспощадному карантину Как бациллы чумы Или сибирской язвы Наибольших успехов В завоевании новых душ Добилось энергичное И бескомпромиссное Религиозно-политическое Исламское движение Ваххабизм Названное так По имени его основателя Мухаммеда Абдаль-Ваххаба Сами все ваххабиты Часто называют салафитами Несмотря на молодость движения Чуть больше двухсот лет А для религии это не срок От него прямо таки несло средневековье Ваххабиты Салафиты Ратовали за возвращение к истокам Во времена пророка Мухаммеда И очищение доктрины ислама До его живой и трепещущей сердцевины Принцип не новый В свое время тем же путем упрощения Шла европейская реформация Чем идеалом было возвращение К апостольскому христианству Недаром ваххабизм называют Исламским протестантизмом И все же есть существенные различия Чистый ислам Чистый ислам Это возвращение к средневековым Традициям ислама И общее мусульманским Ну такие были элементы В протестантизме Но больше в сектах Его называют Исламским протестантизмом Но тот протестантизм Он признавал приоритет личности А это Личность Жизнь Здоровье Подчинены уме Умма Точнее от ее имени Существующие ценности Идеалы Единства Всех мусульман Гораздо выше Чем жизнь одного человека Суть этой реформации Естественно было Стремление к освобождению От трех феодальных безобразий Самодержавия Власти церкви И сословного деления Включая это может быть даже Крепостное право И поэтому Вот этот переход к капитализму Был сутью А форма Религиозна была Так вот у этой формы У самой есть содержание И форма Содержанием это было Естественно Освобождение человека От этих пут А формой Была не просто религия А именно Будто бы Словесное Такое Лазунговое Возвращение К первоначальным ценностям Христианства Включая То что Читать начали На понятном для людей Языке И так дальше Здесь же наоборот Получается Форма та же самая Чисто религиозная В ней Внешней форме Возвращение К ценностям Первоначального Ислама А содержание Не является Освобождение личности Этого не предполагается Закрепощение Закрепощение Это Так сказать Получается Сверхидея А Так сказать На уровне сюжета Это содержание Заключается в том Чтобы объединить мусульман Тем самым Сделать то Против чего Иисус Постоянно выступал То есть Когда коллективное Выше личного Когда соответственно Любая общность Включая семью Или род Или город Или даже все государство Может починить человека Заставить его Действовать не по его интересам Вот куда Движется это То есть это назад Это назад Это назад А там вперед О Ислам Нечестивы твои богословы Жизнь полна Суеты Округлишь раздоры Краток путь Путь от истины До заблуждения Мир по грязь Мир по грязь Во грехе И во мраке Не верим Из благоразумия и чувства справедливости Следует знать своих противников Сами себя ваххабиты называют сторонниками Чистого ислама Они отрицают Масхабы Течение в исламе Нации Государства Кроме будущего Всемирного халифата Традиции И даже неизбежные Временные изменения С точки зрения Этих ревнителей Седой старины Лучшее время на земле Седьмой век Они не признают Тонкости, нюансов Деталей, различий Всех нужно привести К одному знаменателю Ваххабизм Такой же глобалистский проект Как коммунизм И либерализм Глобалисты Ставят перед молодым Мусульманином Важный вопрос Ты считаешь себя россиянином Или частью мусульманской умы Мышление для ваххабитов Прежде всего акт нападения Мыслить Значит атаковать Своей мыслью другого Завладеть чужой душой Хочет она этого или нет Типичное высказывание Бен Ладена Я распространю ислам Любовью или силой Зачарованный И опьяненный Своей догматической твердостью Ваххабиты Всякое инакомыслие Считают преступлением Ну, она может быть Даже не радикальная Молодежь Которая воспитана Совершенно в других традициях Сюда приезжает Здесь В основном да Из Саудской Аравии Возвращается Возвращается Ну, они Являются Носителями Ну, вот Из-за чего Причина радикализации То есть Они Все Воспитаны В условиях Моноконфессионального Сообщества То есть Человека Мусульманина Готовят Чтобы он был хорошим И по отношению К другим мусульманам Ну, только по отношению К другим мусульманам Потому, что они там живут у себя В моноэтиническом Моноконфессиональном Сообществе Им трудно представить Что можно жить вместе Да, для них Это Может быть Не совсем понятно Естественно Страшный грех Сожительство Вот Мусульман И православных В одной и той же структуре Совершенно со всеми равными правами Я правильно понимаю Да Ну, поэтому, естественно Вот Они Воспитаны Моноконфессиональной среде Сюда возвращаются Ну, может быть Их никто не обучал Что Вот Что-то надо делать Принимать какие-то И просто учили Туда приезжает Здесь Совершенно другая ситуация Но Не то, что Вот Вокруг Даже В семье Родители Намаз не читают У меня Это шок Как же Родители не читают Здесь Вот Устраивается То есть Практически Нарушаются Вообще Приняты Вот Наши Российские ценности Даже в семье Уважение к родителям пропадает То есть Сегодня Очень много мусульманской молодежи Ну, как бы Правильно Которое они считают Не садятся за стол с родителями Из-за того, что Родители, дескать Намазом читают Даже так Да То есть Они могут познать родителей Что они кяфары То есть Ну, в Коране первое все-таки Что уважение к родителям Там это подчеркивается Почему Ну, они его трактуют Их училить Уважение к родителям Мусульманам Естественно Здесь Совершенно Вот те ценности Многовековой ценность Уважение Старших Уважение Предков Уважение Своих Традиции Уважение 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 другими ценностями. Вот это происходит. Это самое печальное. О сращивании чиновничьего аппарата с фундаменталистами впервые заговорил убитый имам Валиулла Якупов, назвав этот продукт нового времени ваххабитским холдингом. Ваххабизм всегда приходит сверху, говорил он. Те, кто взорвал самолет в Нью-Йорке, были детьми миллионеров. Салафиты никогда не работают среди бомжей или нищих, только среди чиновников, бизнесменов и среди образованных людей. Они захватывают власть, а потом всех принуждают. В Дагестане и Татарстане ваххабизм пробивал себе дорогу, как инициатива государственных чиновников, по невежеству, за деньги или позже по убеждению. Весной этого года в Казани сложилась невозможная обстановка. Главную татарскую мечеть Ку-Шариф уже много лет возглавлял имам Салафит Рамиль Юнусов. По местному Кремлю совершенно свободно бродили бородатые ваххабиты. Юнусов пять лет обучался в Саудовской Аравии и трижды организовал визиты в Татарстан Ахмада Фарида Мустафы, одного из лидеров саудовских маджахедов, воевавших против советских войск в Афганистане. Новый муфти Татарстана Ильдус Фаизов, чей автомобиль подорвали 19 июля, взялся за расчистку авгиевых конюшен ваххабизма. И первым в списке стояла Ку-Шариф. В начале апреля Фаизов заявил, что соборная мечеть Ку-Шариф отныне входит в юрисдикцию муфтията. Он сам как муфтий становится ее имамом, а Юнусов его заместителем. Всех ваххабитов со всей республики. Он выступает в начале на проповедь, то есть смотрите, 3 апреля, это вторник, принимается решение о том, что его уберут. То есть вот издает указ сам муфти, что он теперь становится имамом, а он себя заместителем. Он выходит на проповедь, начинает там плакать демонстративно. Вот я плачу впервые для тополя, для все сопли, слюня там пускает, что вот меня снимают, естественно, ваххабиты все со всей республики решают съехаться туда. И отстоять мечеть. Да, отстоять своего имама. Тут подключились местные сепаратисты, которые с удовольствием считают, что Фаизов пророссийский муфтий, он не скрывал это, да, я за сильную Россию, все такое, мне там вот эти сепаратистские идеи нафиг не нужны. И вот в этом здесь уже фигура Марата Гатина, которую вот сняли, собственно, от чиновника. Он подумал, что действительно они устроят некий аналог площади Тахрир в Египте. Здесь тоже устроили. В итоге в пятницу действительно собирается полторы тысячи вот этих бородатых бен Ладеном, со всего Татарстана они приехали. Заходит муфтий, начинает орать. Кафер, Аллахакбар, Теосвегмы, там, это все такое. То есть он проходит, как бы, к этому, там, Минбар называется это, то есть кафедра, ну, где-то, откуда читают, вот. Ну, тут Янусов встает, говорит, ну, что вы там переживаете? К нам пришел муфтий с хорошей новостью. И все как по команде заткнулись сразу же. Это было прям видно. Сразу все там прокатили. Ну, что, муфтий говорит, да, мы вас оставляем имамом. Так вот так, все так, вау. То есть это было все-таки распоряжение президента Татарстана? Это было не распоряжение, я думаю, что здесь прикрылись распоряжения президента. Якобы выдавали, то есть, грубо говоря, здесь работали, ну, просто на понт. То есть, вот, фактически, прикрываясь именем президента, как бы, это так делали. И самого президента Татарстана тоже дезинформировали. То есть, ну, он, получается, да, в этой ситуации. И, ну, дальше что? Вот это унизительная вся вот эта акция была. То есть, мы видим, как чиновники откровенно подставили, абсолютно предали, фактически, тех, кто был на стороне государства. О, ислам, нечестивы твои богословы, Силы зла, ведь на них наложили оковы, Ложа, обман и погублены души несчастных, В суете жизни смыслу и непознавших. После терактов 19 июля в Татарстане начались массовые задержания. Что логично, других методов ведения следствия, кроме ареста и допроса, еще не придумано. Подозреваемых задерживали до трех суток, согласно Уголовному кодексу, а потом отпускали. Ваххабиты подняли страшный крик. Это репрессии против мусульман, все на защиту жертв российского беззакония. К делу подключились татарские националисты, воспитанник тех, кто в перестройку требовал отправлять к крематории всех детей от смешанных русско-татарских браков. И белоленточные оппозиционеры. Из Москвы 12 августа в срочном порядке явился Сергей Удальцов поднимать народ. Когда на митинге журналисты спросили Удальцова, сознает ли он, что оказался в компании татарских националистов и исламских фундаменталистов из Хизбут-Тахлира. Удальцов ответил, что у него нет предубеждений. Что это, мол, здоровое звено? И необходимо консолидировать все оппозиционные силы, которые способствуют ослаблению правящего режима. Заигрались наши оппозиционеры наиболее активно. Они просто заигрались. Враг моего врага отнюдь не всегда друг. Нельзя в борьбе с серыми объединяться с черными. Нельзя в борьбе с ворами объединяться с убийцами. Есть же пределы всем. Абсолютно. Есть же пределы всем. Ну, совершенно не понимаю. И полное невосприятие другой позиции. Как говоришь, ну нельзя с этими людьми. Ты враг становишься. Эти люди все сориентирулись на союз. Сначала, значит, националисты объединились ваххабитами. А теперь и общедемократически решили, что для массовости нужно их тоже привлечь. Это же чудо. То есть, сейчас такая тенденция, это не просто вот... Потому что вот, окей, мальчик... Самое активное. Вот эта мания объединить всех ведет к неразборчивости. Потому что ему говорят, а вы читали программу Азатлыка и программу Хизбутахрир или хотя бы ваххабитов. Он говорит, нет, я не читал. Но я считаю, что сейчас нужно объединяться всем, кто против власти. А потом мы будем уже разбираться, полемизировать. Это с кем? Каким способом? С ними можно полемизировать. С убийцами-то. Это наша политическая штука. Я не знал, что они Хизбутахриры вообще. Ну как не знали бы? Когда же мечети Аликлас связывался? Мы мечети, у нас в Казани, знаете ли, больше 50 мечетей. Я, допустим, не имею связи со всеми, не знаю, вообще не имею информации просто о них. Никакой. Это то, что они немного от того направления выяснилось, это потом уже. Они вам позвонили или вы? Они пришли ко мне в офис. Сидел в офисе, там какой-то, что-то делал по своим делам. Они пришли в офис, представились мечетью Аликласа. Со мной разговаривали на татарском языке. Ну, пришли, я сам собирался организовать митинги в защиту прав мусульман, чтобы, вот если это, ну, незаконные аресты, то эти прекратились массовые. Просто это массовые аресты достигли, на самом деле, идиотизма спецслужб. Потому что взорвали и всех начали ловить. Это ненормально. А что же вам делать-то? Нет, ну, извините меня, работайте. У вас же есть шпионы, у вас есть эти самые, как его, стукачи, так сказать, платные, все такое, да? Работайте, е-мое. А просто всех подарят ловить, и, допустим, по двое суток... А это по главному кодекса, извините, за трех суток можно при убийстве... Нет, это понятно дело. Потом уж, как его, в 5 августа, за 2 часа до митинга, меня пригласили мететь, поговорить. Пришел там куча людей, они говорят, вот у нас совет по организации пикета, митинга, и мы все решили сами, без меня, оказывается. Я в шоке. Ну, то есть, вас типа использовали так, напечатать листовки, это вот ограницатель идей, да? Да, то есть, потом говорят, флаги татарстана поднимать нельзя. Я говорю, почему это? Кафершкое государство. Я говорю, с ума сошли, что ли? Какое кафершкое государство? Я говорю, вы сами называете Татарстан кафершким государством, а сами пишите Путину, извините, письма, спрошением, чтобы репрессии остановить, да? Как-то не стыкуются у них. И вот, ну ладно, пошли на митинг. Я все равно сказал, я флаги татарстана подниму, в любом случае. Пошли на митинг, один из уж первых выступающих сказал, что флаги татарстана поднимать нельзя, так как они противоречат исламу, якобы. Ну, естественно, нас это возмутило, но, скажем, добавило еще в конце, что тоже один из выступающих сказал, что, ну, в начале которой, типа, мы против национализма. Да мы в шоке, они сами... Мы типа националисты пришли к вам, а мы против национализма, да? Да, то есть они с национализмом организовали митинг, вместе совместно, и еще против национализма, это как-то ненормально. Ну и уже с ребятами посоветовались, и на себя натянули флаги татарстана, и подняли уже принципиально. Они пытались возмущаться, я говорю, я организатор митинга, и не волнует, все что угодно делайте, а мы все равно флаги поднимем. А, они даже пытались возмущаться, то есть? Да, мы за сценой, потом у нас произошла некая стычка, некие разговоры про создание халифата. А, они прямо на митинге-то были? Нет, это между собой просто они разговаривали. То есть создание халифата. Да, я говорю, почему турки, арабы не захотели жить под турецким халифатом в свое время? Наехал. А, ничего. Вот это, вот это, национализм все такое. Я говорю, а я под арабским халифатом не хочу жить, я говорю, не ставлю своей целью создание халифатского государства. Я говорю за светское государство, где религия отделена от церкви, церковь отделена от государства, и, скажем, религия – личное дело каждого. Идеологические разногласия между ними, они же, скажем, как я, не надо называть, сторонники интернационального ислама, ну, исламский интернациональный космополитизм, короче говоря. То есть стирание внешних границ между нациями, то есть фактически арабизация, если на то пошло. Ведь главной идеологической силой халифата, которая сегодня есть, это арабский язык. Вот, допустим, если надо предположить, какой будет государственный язык в Саудовской Аравии, в халифате? Естественно, арабский. Естественно, арабский, так как все, мусульмане, так или иначе, знают арабский язык, хотя бы на уровне молитв, хотя бы. Ну, конечно, да. Вот и все. А когда арабский установится, все уже. И татарскому хана, и другим языкам тоже хана, поэтому… Средельные ваххабиты – ваши враги. По сути, да. Идейные враги. Идейные враги. О, Ислам, нечестивы твои богословы, Для себя искажая лоха законы, Ведь для них дорога лишь мирская услада. О, Ислам, как горько твоя будет расплата. Ваххабиты, как опытные политики, отлично знают слабые, уязвимые места демократической, светской системы. Ее доверчивость и беспомощность в вопросах религии. Так называемые права человека, демократические ценности, они используют как лазейку, чтобы ловким, законным путем прийти к власти. После терактов в Казани в российской прессе стали раздаваться голоса, что с ваххабитами нужно вести полноценный диалог. Необходимо, мол, выкинуть белый флаг и сесть с ними со стоп переговоров. Я думаю, что с ваххабитами невозможно договориться, в принципе. Нет такого способа. Потому что их идеология, она как раз такая, которая исключает всех остальных. И звучит компромисс, просто? Абсолютно. Самым жестким образом. Тогда это уже не ваххабизм. Это ханафийский мазхаб, джадиды могут договориться, там другие, да, другие мазхабы. Но не ваххабизм. Он не может договориться в принципе. Поэтому бесполезно это. Поэтому все эти разговоры и советы Татарстана о том, что давайте сядемся за круглый стол, после терактов пытаемся разговаривать, то есть это все дело бессмысленное. Бессмысленно и более того, или люди просто не понимают, или хотят допустить по-ложному пути. Диалог с ваххабитами, диалог с радикалами, он в принципе невозможен. Потому что, как учит вот пример сейчас Дагестан, любая попытка диалога, она закончится тем, что радикалы просто нас сожжут. Просто нас сожжут. То же самое произошло, скажем, в Ираке. Традиционная страна, в которой при президенте Саддами мирно жили мусульмане, христиане. Причем мусульмане большая часть шииты и суниты, а христиане всех, скажем так, восточных традиций, полный такой, скажем так, с точки зрения нашего винегрет, и они уживались и прекрасно, и не было проблем. То есть общество в конфессиональном плане было нормальное. Как только, скажем так, вот эта власть, ее опрокинули, вот это мультирелигиозное общество в Ираке рассыпалось. И сейчас на смену традиционному обществу в Ираке, мусульманскому, пришли радикалы. Почему? Потому что на самом, скажем, начальном уровне, когда началась борьба против американцев, как оккупантов, часть, скажем, мусульманского, сунитского традиционного духовенства подумала, что радикалы, аль-Каида, то, что называется аль-Каиды, да, и всяческое, скажем, вот это салафистское, ваххамидское, как бы, направление, помол, будь союзниками. Но получилось с тем, что вроде бы союзники, а на следующий день они их просто поглотили. И сейчас, в принципе, вопрос традиционного ислама в Ираке стоят под вопросом. Знаете, это общая вот эта, именно, западная модель. То есть, вот все, в Англии сидит какой-то этот мерзавец с этими, с крючками на руках, этот Абу Хамзе Масри, и его... Ну что, крючки? А у него, это самое, руки оторвало в Афганистане, когда с нашей не воевал-то. Вот, оба руки оторваны, там, взрыв, видимо, был, да, и вместо руки ему крючки поставили. То есть, это, на самом деле, как крювер, упаси боже, да, да, вот, и древит такой еще, да, у него, это самое, достаточно, очень просто. Абу Хамзе Масри. Все не обухам, да. Вот, вот. Ты не полюбишься, все не обухам. Вот, и, значит, его, это английское, как бы, правосудие пыталось это, соплет, выдворить, засудить, в центре, это Лондон, и мечеть. Так он пытался, как там, имеет английское гражданство, при этом, это самое, всех верует против английской королевы, что это безбожница, ее надо убить, и это не все так такое. Но при этом права человека. Да, права человека при этом. Вот, мне еще не было то, что происходит сейчас в Тартане, почему, хочу спросить, что вы думаете, что это та последняя черта, за которой мы потеряем Россию. Потому что более близкого народа, чем к российскому, из мусульманских, чем татары, нет. Совершенно верно. Это Поволжья, это мать Бога, мать городов русских. Если мы, еще с Кавказом, всегда было состояние войны, но если мы не теряем Тарстан, Башкарстан. Понимаете, Кавказ, при том, это рубежи. Это рубежи, а это сердце России. Да, а это сердце. Это сердце России. То, что процесс происходит, очень не страшно. Что вы думаете, вообще, может быть, вашим? Я согласен с вами. Я согласен с вами, что это может быть началом конца. История страны такова, что перед тем, как достичь что-либо какого-то огромного такого положительного эффекта, мы должны достичь такого, что вот-вот, что мы все погибнем. Враг Кремля, мы убиваем из Кремля, враг под Москвой, а для него от Москвы начинаем, скажем так, победа за победой. Поэтому боюсь, что мы еще предстоит что-то, да, предстоит еще через что-то пройти. Только после этого мы осознаем и придем к более правильному пониманию той ситуации, в которой мы сейчас находимся. День возмездия близок, а мы позабыли о страхе. День возмездия близок, о нем возвестит нам мисс Рафил. В муках судного дня, пред Аллаха, мы ужас познаем. День возмездия близок, так зачем мы о нем забываем? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова